Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал! И сегодня у нас очень простой, интересный и новогодний дизайн. Уже декабрь месяц, поэтому можно приступать в полной мере к созданию новогоднего настроения. Чтобы создать такой шедевр с легкостью и без навыков рисования, вам потребуется вот такая милая, но не маленькая коробочка для аэропуфинга. Когда я впервые снимала для вас видео на эту тему, возникло уйма вопросов, что можно использовать, какие материалы подходят. В этой коробочке есть все, что необходимо для пуфинга. Удобно, что все находится у мастера под рукой. В наборе есть два стилуса, на которые крепятся спонжи. Спонжи микропористые, хорошо пружинят, имеют круглую форму и каплевидную. В наборе имеются закрепители, топовые средства, матовые с липким слоем и глянцевые без липкого слоя, а также защитная жидкая лента, чтобы не запачкать кожу и кутикулу вокруг ногти. В наборе присутствует 12 цветов гель-пасты для выполнения дизайна на любой вкус и цвет. И при этом их, конечно же, можно смешивать и между собой. С гель-пастами работать значительно удобнее, чем с обычными красками. Гель не застынет в неподходящий момент и его можно зафиксировать буквально за 5 секунд в лампе. Ну и гель-паста не имеет остаточной липкости, что не создает дискомфорт в процессе работы, когда будете наслаивать цвета. Все это я вам смогу показать чуточку попозже, уже непосредственно в деле. В этой волшебной коробочке находится также многоразовая палитра для смешивания цветов и масса трафаретов для аэропуфинга. Но у меня также есть еще дополнительные трафареты с новогодней тематикой. Они сейчас очень даже кстати. Если такой набор покажется вам дорогим, эти же материалы можно выбрать по отдельности на сайте магазина ОДИВА уже в более скромном количестве. Хотя, мне кажется, такой набор отлично подойдет в качестве подарка на ближайшие праздники. Так что берите на заметку, что нужно просить у Деда Мороза. Ну а к дизайну мы приступим уже скоро через историю и преображение этих ногтей. Ставьте пальчик вверх, если вам нравится, что я не вырезаю эти моменты из своих видео. И тогда я буду продолжать в том же духе, зная, что вам это нравится. Этот дизайн, его выполнение вы можете увидеть уже на моем канале. Ссылку я оставлю в описании под видео. Этому маникюру буквально без пару дней, как месяц. После снятия старого покрытия я выполню аппаратный маникюр. Про него я тоже уже детально рассказывала в видео. Все ссылки будут в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Маникюр готов и чтобы предотвратить возможные отслойки и сколы я наношу дегидратор, затем кислотный праймер, а после его испарения ультрабонд для надежности. Закрепит этот эффект база от Grotol, конечно же выравнивающим слоем. Этот зеленый благородный цвет как никто создаст новогоднее настроение. Сразу его покрываю своим любимым бархатным топом. Для создания новогоднего дизайна нужна черная подложка, то есть черный фон. Если гель-лак плотный, достаточно будет одного слоя. После просушки покрываю кожу вокруг ногтя жидкой лентой из набора. Наношу ее плотным слоем, чтобы тонкий слой не порвался при снятии. Липкий слой я кстати с цвета не снимала, он не помешает. Но если у ваших лаков чрезмерная остаточная липкость, то ноготок следует перекрыть матовым топом из набора. Этого кстати строго требует инструкция применения, так как губка работает лучше на матовом покрытии. Я особой разницы не заметила. На типсах мы выполняем и покрываем чем хотим, но на ноготке клиента мне бы не хотелось создавать дополнительный объем. Я не думаю, что это нам помешает, тем более я уже пробовала и кардинальные разницы я не почувствовала. Пока сохнет наша лента, я наношу нужные цвета на палитру и набираю пуфом пасту. Такие яркие, сочные цвета нужны для создания заднего фона. На черной подложке яркость гель-паст немного скрадывается, но все равно выглядят они насыщенно. Цвета я использую тоже зеленый и красный, чтобы поддержать мотив на соседних пальцах. А чтобы цвета не смешивались, если, конечно же, это не задумано так вами, делаем промежуточные просушки в лампе. Гель-паста очень быстро схватывается, достаточно даже нескольких секунд. Выбираю трафарит снежинку, нужную по размерам. Приклеиваю ее, прижимая все края. Набираю белую гель-пасту. Если яркие цвета можно набирать на один пуф, то для белого цвета лучше выделить отдельный спонж. Растушевали белую пасту и аккуратно снимаем трафарет. Снежинка получилась очень четкой. Далее рядом прикладываю снежинку меньшего размера и делаю то же самое. Этот слой сушу в лампе. Далее прикладываю трафарет, чтобы сделать снежинку яркой. Использую также белый цвет, чтобы не переборщить с яркостью и не сделать дизайн слишком пестрым. В завершении дизайн перекрываю топом из набора для пуфинга. Он замечательно блестит и не имеет остаточной липкости. Выполнение такого дизайна довольно простое, поэтому его можно легко и быстро выполнить хоть на все пальцы. Но мы обойдемся таким дизайном на 4 пальчика. Здесь я прикладываю другой трафарет. То, как не северная линия, создадут нам прекрасное новогоднее настроение. Полностью белым цветом не тушую ноготь. Плотность белого должна быть только по краям трафарета, а дальше плавно исчезать. Вот такой олень получился. Согласитесь, просто. А главное, инструмент не замудренный. В завершении дизайн также покрывается глянцевым топом. Теперь осталось только снять защитную ленту. То, что не снимается, с легкостью растворится в средстве для снятия гель-лака. И готово! Я вошла во вкус с этой техникой. Вы, наверное, уже замечали фото ногти с подобным дизайном в моем инстаграме. Еще один очень важный вопрос, который мне задавали. Это как очищать эти пуфы, либо они одноразовые. Пуфы можно очистить в обычном клинцере. Цвет может впитаться довольно глубоко, но главное, чтобы предыдущий цвет перестал отпечатываться. Тогда пуф можно считать практически чистым. Но, как я и говорила, для белого цвета использовать лучше отдельный, чтобы избежать казусов. Такой дизайн не вычурный, в меру блестящий и достаточно новогодний. Красные детали добавляют атмосферу праздника. Если вам понравилась эта идея для маникюра, пишите комментарии, ставьте пальцы вверх. Мне очень приятно. Всем желаю творческих успехов и до скорой встречи. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok